Мы подняли зарплату, продажи упали. То есть я первый раз в компании, где я не могу людям послать имейл. У нас есть почтальоны и депутаты. Посчитать, где что-то там украли, это оказалось самым простым. Вы не представляете, насколько большая власть, возможность всех послать. Если бы государство знало, что оно хотело, оно бы, наверное, у меня это спросило. Друзья, это снова большая рыба. Меня зовут Александр Колб. И сегодня мы снимаем передачу в Укрпочте. Мой гость, генеральный директор Игорь Смелянский. Я пришел, зарегистрировался в новое отделение Укрпочты, получил вот такой номерок. Поэтому сегодня мы протестируем, как же долго будет идти поздравительная открытка из Киева, Харьков. Я хочу отправить поздравительную открытку в Харьков. Выдирайте, пожалуйста. Классные открытки есть у вас? В ассортименте. В ассортименте? Да. О, мы можем отправить вот такую символическую открыточку. Я люблю Украину. Ну, я напишу жене, что я ее люблю. Можно? Конечно. Ну, на что бы дошло, потому что будет развод. И конфеты у вас тоже? Да, конечно, обязательно. Уровень конфетки. В ассортименте. До встречи, Укрпочти. Укрпочти. Спасибо. Я отправил домой открытку. Наверное, честно, наверное, последнюю в моей жизни. Не знаю, когда бы я еще открытки отправлял. Последний раз письма писал, наверное, когда был студент. Итого, листивка 2 гривни 40 копеек. Марка, нифига себе, марка 6 гривен. И еще одна марка 2 гривен. Короче, отправить 8 гривен. Получилось. С ПДВ все как положено. Друзья, это большая рыба. Сегодня мы в гостях у Укрпочты. Подписывайтесь на канал. Это, кстати, вот одесский почтам внутри. Мы там даже неделю высокомоды проводим. Это была квартира главного почтмейстера. Вот там дальше. Вообще, насколько изменилась здесь внутренность с момента... Ни на сколько. Всегда выбор гендиректора, да, с чего начать. Поэтому, если бы... Конечно, мне хотелось все поменять, перекрасить стены. Тогда бы сказали, что... Популист? Не, не популист, это что генеральная дирекция на себя тратит деньги, а у людей там чего-то где-то не хватает. Хотя, я считаю, что... Надеюсь, что мы до этого тоже дойдем. Потому что, наверное, внешний вид создает то настроение, с которым люди приходят на работу. И, в том числе, когда вы заходите на интервью, когда вы думаете, прийти в компанию или нет, да, первое, что на вас производит впечатление, это ваше, так сказать, окружение. Я для себя определил, что вот сейчас на новый срок именно создание правильных условий работы для людей, потому что, с учетом демографической ситуации, с учетом иммиграции, борьба за каждого сотрудника, за каждый мозг, за каждую голову, она будет только обостряться. И не всегда люди выбирают только деньги. Зарплата играет достаточно важную роль. Смотрите, зарплата играет достаточно важную роль, безусловно, но в разных компаниях, в том числе, когда я в западных компаниях работал, это всегда комплекс. Да, вот, например, в инвестбанках всегда самая высокая зарплата, а в корпорациях нет, почему это всегда выше риск? Ну да. Вы знаете, что вас могут, условно говоря, за один день уволить и до свидания, да, но у вас есть выше потенциальный возврат. Вот я не буду там называть известной западной компанией, у них ниже была, зарплата ниже рынка, они себя промотировали как та компания, где стабильно, где к вам мягче относятся, у вас больше график, да, то есть на самом деле в современных, я сейчас много как раз этим занимаюсь, считаю, это всегда не только деньги, это возможность, это ваше свободного времени. И там, если вы читали последние исследования поколения WISE, это люди хотят иметь работу со смыслом, для того, что же я сделал для себя, для саморазвития, иногда для государства. Какую основную ценность вы предлагаете сотрудникам Укрпочты? Ну, скажем так, первые два года это была однозначно возможность поучаствовать в одном из самых крупных реформирования государственных компаний в стране. Да, как я всегда говорил, смотрите, профессионально если мы можем изменить такую компанию Куперпочта, наверное, в нашей стране можно изменить все. Да. Наверное, исходя из этого, люди приходили, мы давали возможность показать себя и давали свободу действия. Это вот помещение ArtHub, которое это бывший старый переговорный узел. Видите, мы даже оставил, остались в центр, где были кабинки. И вот мы запустили такой проект, где это часть этого working-го пространства, где люди могут оплатить вот место для встреч, сделать кафе. Ну и наш магазин Филателии, видите, такой. Это что? Да. Филателии, скажем так, в сувенирке. Здравствуйте. Какая цель вообще этого проекта? Что-то так, имиджевое, понятно, денежно-имиджевое, да, то есть поменять впечатление об Укрпочте, ну, представьте, кому, когда вот, что у Укрпочта, да, вот нужно иметь такие, такое помещение. Ну, да. Да, помещение, вот наша символика, видите, встроена, место, где мы проводим встречи. Вот, например, мне нужно проводить встречи с журналистами, с клиентами. Если бы я вам показал наш актовый зал, ну, самок совком, да, то есть, понимаете. Вы сами признаете. Да. И получается, что если я вас приглашаю на встречу, и там сзади меня веночек, да, и так далее, то есть, ну, вряд ли вы настроите, что я вам буду рассказывать про инновационные продукты, про телеграм и чат-бок. Самое интересное, что у нас теперь не хватает майк, то есть, если раньше, представляете, кому-то сказать, типа, одень майку с символикой Укрпочтой, что-то сейчас сотрудники просят, у нас уже не хватает. То есть, вот это изменение имиджа, да, это изменение, прежде всего, сознания, менталитета и восприятия людьми нас, как компании. Поэтому шаг за шагом, каждый из шагов, ну, не попробуешь, не узнаешь. Впечатление приятное. Скажите, вы сказали, одно из ваших достижений, когда вы пришли в Укрпочту, вы сказали, вам удалось построить команду. Сколько людей новых пришло с вашим приходом в Укрпочту? Ну, если мы говорим про топ-менеджмент, это, наверное, более 300. Более 300. Это люди на всех фронтах. Что вы поменяли? Каких людей вы меняли? Всех, практически всех, 95%, наверное. 95% топ-менеджмента полностью поменяли. Где вы взяли этих людей? Они пришли на Игоря Смелянского, они пришли на обещания? Они пришли, ну, нескромно, наверное, говорить, ну, да. Я это осознавал, и это для многих было, наверное, скажем так, важным в решении, потому что большая часть из них пришли на меньшее деньги, например. И поэтому даже оргструктура, она получилась такая достаточно плоская. У меня очень много прямых подчиненных, я даже сейчас сразу не скажу, сколько, но очень много, да, больше 40. Но это позволяло быстро принимать решения, и это вот дало возможность, скажем так, сделать тот рывок, который мы сделали. Или я доволен, нет, я всегда хочу больше. Или мы все знали об этой компании, когда приходили, да, в жизни мы не знали. Мы до сих пор каждый день что-то открываем. Прежде всего то, что здесь. Да, то есть вот цифры посчитать, где что-то там украли, это казалось самым простым. А вот изменить мнение сотрудников и людей. Знаете, я когда пришел, спросил на первом совещании, как у нас с продажами. Говорит, ну, мы как бы, мы продаем порошок, там, и говорю. И мне заняло несколько предложений объяснить, что я ему говорю, ну, бизнес, да, ты же выручка. И предоставление услуг, это ведь продажи, да. А воспринималось, как мы обслуживающая компания. Ну, пришли, обслужили, не пришли, не обслужили. Поэтому вот это сложнее всего оказалось переломить и в людях. Увольнялась недавно одна женщина, она говорит, ну, как же вам тяжело просто сказать, там, здравствуйте, у вас битая Укрпошта, там. Неужели так сложно? Знаете, я уже, говорит, здесь 20-25 роков працюю. Говорит, я не наведжу эти люди, но даже, когда вы на заходы, вы делаете. Это нельзя поменять. А есть многие, которые я вот вижу, иногда видео смотрю с обучений, и насколько люди поменялись за эти два года. Но когда 85 тысяч человек, это... Крайне сложно. Это нужно пройти этот путь. Вот вы сказали когда-то про деньги, да. Недавно разговаривала с почтальоном, и она там, и на фейсбуке мы общались, и она, вот у меня маленькая зарплата. Говорит, ну, сколько? Вот я там працюю на 0,3 ставки, по-моему, там что-то, тысячи чистыми там 700-800 гривен. Говорит, он, смотрите, мы... У нас есть проект передвижное отделение, мы его запустим, и у вас будет минимум 4200, плюс кремия. Говорит, о, нет, вы меня предупредите, когда это будет, и я уволюсь. Говорит, как же, смотрите, вы же там мне выносите мозг за 100 гривен, а я же даю ему возможность на все. Не, ну, 100 гривен, конечно, хотелось бы. Говорит, ну, у меня две коровы, они чистыми дают 6000 гривен, я сдаю молока. И я же понимаю, что для нее... Ну, то есть она говорит о деньгах, но ведь самое главное для нее, вот это время с коровой, с огородом, у нее свой уклад жизни. Что бы я ни делал, наверное, он никогда не поменяется. Это уклад, да, то есть... А дальше уже нужно решать, как я сказал, нет в этом деле мелочей. Ну, например, есть система субсидий в стране, да, вы, наверное, знаете. Да, да. Вот ее когда ввели, у нас упали продажи, мы подняли зарплату, продажи упали. Ну, что ж такое? Ну, говорит, раньше была низкая зарплата, они за счет премии там зарабатывали. Теперь мы подняли зарплату, все, они боятся потерять субсидию. Уже не продают. Это для вас было новостью, когда вы пришли? Вот такой уклад персонала, который работает в Укрпочте? Ну, не скажу, что новостью, но, наверное, вот так глубоко, да, это нужно было погружаться, да, то есть нужно вообще было понять, кто же эти люди, кто у нас работает, да, на чем они ездят, что, почему же такая ситуация, вот, которая сложилась. Но, опять же, вы не можете 75 тысяч взять и уволить, да, то есть эти люди куда-то должны деться. То есть что вы делаете? Есть, скажем так, личностный фактор, есть процессный. Иногда, когда вы меняете процесс, ставите жесткие требования, тайный покупатель, премии, идет самоотсев. То есть люди или меняются, или система выжимает. Да, или уходят. И некоторым нужно дать обучение, да, то есть их никогда не учили разговаривать с клиентами, их нужно обучить. Мы за это время обучили более 30 тысяч человек. Хотя бы один раз прошли через обучение. Я, наверное, расскажу такой простой пример. У нас на одной из сортировок там работали сортировщики. И, конечно, качество сортировки было там не фонтан у нас, а доставки посылок. И, ну, пришли люди, говорят, типа, вот эту шановную людину нельзя звольнять. Уже 20 роков людина працюет, нельзя, вот эту нельзя. Ну, хорошо, нельзя так нельзя. Мы вводим сдельную форму оплаты труда на сортировки. То есть, бригада, что она сортировала, делим на количество людей и получает премии. Через три месяца приходят эти люди, говорят, вот эту людину требует звольнить. Я говорю, секундочку, говорю, у меня все ходы записаны. Я говорю, как же, вы же приходили еще. Не, ну, только это было. То есть, раньше это была моя проблема, когда все одинаково получали. А теперь это их проблема. Он им стоит денег. И это меняет отношение. Поэтому, когда все получают одинаково, когда уравниловка, лучше уходит. Не нужно ничего долго придумывать, да, лучше уходит, худшие остаются. Когда вы лучшим платите больше. Предпринимательский подход. Мы работаем в чистом рынке. Я с первого дня говорил, что помимо каких-то, как называется, соц. обязательств, мы работаем в рынке. Что заработали, то наши. Да, у нас нет никаких дотаций, субсидий, ничего нет. Наверное, уникальная почта в Европе, наверное, единственная в мире, наверное, можно посчитать по пальцам, которые не получают государственные субсидии. Но, может, есть все-таки льготы, допустим, аренда за одну гривну? То, что дает государство. Все. Все. Это то, что не ликвид. Ну, не сказать, что там стоит очередь за эту аренду, да. И, честно говоря, когда мы уходим, даже большой скандал, там, это, наверное, неправильно говорить, но это на уровне спасибо, что живой, да. То есть, поэтому говорит, что это льгота. А сколько нам стоит приезжать? Представляете, сколько стоит нам один конверт довести до этого села? Я вообще не представляю, то есть, экономики вот этих отделений. То есть, вы говорите о том, что... Да, вы говорите о том, что это одна из задач, которую будете решать вы, но мне кажется, что, ну, наверное, это мертвая история, или вы все-таки верите, что можно экономически обосновать существование вот этих отделений, которые есть там в селах до двух тысяч населения, о которых вы там достаточно часто говорите. Смотрите, ну, там живет очень много граждан Украины, да? То есть, там живет... Ну, как бы, социальную ответственность мы не исключаем. Понятно, что там есть пенсионеры, что им нужен доступ и так далее. Ну, помимо, на самом деле, разные люди, там, кстати, есть разные люди, ну, в принципе, треть населения страны, да? Так, на секунду. Реально, есть две модели. Да, есть одна модель государства говорит, мы хотим, чтобы почта там была. Вот сказала и заплатила за это. Да, вот там, не знаю, почта Франции получает 180 миллионов евро, дотации только на доставку газетов, всего там более 500 миллионов евро. Хорошо, потому что вы вводите эту часть в отдельный юнит и понимаете, что там экономики не будет. Да, какая-то есть экономика всегда, какая-то есть, да, и вот это один вариант. Честно, я в него не очень верю у нас, поэтому нужно как-то по-другому искать. Можно ли там закрыть цивилизацию? Нет, нельзя. Ну, потому что это очень много людей. Ну, тогда нужно искать другой формат. Что такое другой формат? 75% затрат укропочты, у нас очень прозрачная компания, это фонд оплаты труда. Да. И в чем, собственно, проблема экономики этих отделений, что у нас в этом каждом хуторе или селе есть почтальон на 0,3 ставки, на 0,2 ставки, и туда приезжает машина, непонятно там сколько времени, что делать и так далее. Два конверта, четыре посылки. Два конверта, четыре посылки. И мы решили, ну, нужно вот эту проблему ее конвертировать. То есть вместо 15 почтальонов по 0,2 ставки, на которых реально еще сложно найти, да, если посмотреть стратегически, иммиграция и демография, то есть вот Ажинка еще готова работать на 700 гривен, а вот уже следующий там на МАФС или. Поэтому мы говорим, что нужно сделать? Нужно сделать передвижное отделение. Что это даст? Во-первых, это даст свободу. Во-вторых, это даст адаптивность. В этом селе стало меньше людей, стоим теперь там не 3 часа, а 2 часа. В-третьих, как бы то ни было, там от 10 до 15 миллионов человек живет в селах до 17. Им же лекарства нужны? Нужны. Продукты нужны? Нужны. Посылки, если им дать возможность заказывать чайник, микроволновку и все прочее, да, разные села есть, тоже нужны. Там, где нету новой почты, если мы говорим о достатке. Там нету, извините, ничего. Там мы и церковь есть. Может ли почтальон взять, извините, в сумку, там у меня лекарства? Нет, не может. Оно зимой замерзнет, летом испортится. Может ли он взять микроволновку? Вижу, понятно, что не может. Таким образом, сделав вот эту мобильную бригаду из трех человек, почтальон, водитель, начальник отделения, который есть в лейтбольшой село, он сидит в сель-раде и принимает людей там в помещении. А машина дает возможность их, ну не пустыми, как у нас холостые хода, знаете, там 15 километров идет с двумя конвертами, а быстро проехать и обслужить, привезти бабушке, условно говоря, не только пенсию, а там упаковку порошка, сахар. То есть мы конвертируем недостаток в достоинство. И таким образом это адаптивная модель. Тот же пример, в этом здании часто проходят экспортные школы. 1200, больше 1200 предпринимателей мы обучили возможности продавать на eBay, на Амазоне, на Итси. И теперь, представьте, сидят бабушки, женщины, люди в селе, делают какие-то поделки, украшения, где они раньше могли продать? На базаре выходной день. Теперь они могут продать в Америке, получить выручку валютную и заработать себе достаточно неплохие деньги на жизнь. Мы увеличили экспорт в США, не импорта, экспорт в США на 50% за год. Великобританию на 30% за год. Какие это обороты сейчас? Там большие. Это в тоннах. Для понимания, на Нью-Йорк, на США, из Украины есть один прямой рейс, МАУ. Вот его уже не хватает, чтобы вывести наши объемы. И вы загружаете практически все обороты. У нас теперь есть Люфганза, Туркиш-эр-лайнс, разные, потому что объемы растут, и мы считаем, что они еще будут и дальше расти. Вот если бы PayPal заработал, они бы еще больше росли. Они привозят нам товары. Мы очень благодарны им. Большое спасибо вам. Если на будущее так и будет работать наше пересывное отделение, то мы будем очень благодарны. Мобильные отделения, они уже работают? Да, они уже работают, есть протесты, не скрывают, шины приносят и все прочее. В Черниговской области. С чем связаны протесты? С чем связаны протесты? Ну, во-первых, со страхом изменений. Люди боятся. Да. Да, ну вот мы, кстати, были в отделении, то есть женщина делилась опытом своим, она говорит, что приходят бабушки, говорят, отменить электронную очередь. Мы говорим, ну зачем? Ну потому что ей это непривычно, она привыкла, зашла и сразу на кассу. И поговорить, кто что там следует. зашла и сразу на кассу. То есть вот электронная очередь ей непривычно. С чем еще? И человек, я хочу свою листоношку. Вот та, которая за 300 грн, за 500, вот я хочу свою. Вот та вот вам за 6 тысяч, что приезжаю, она не моя. Да, вот. И я понимаю, что она адаптивная. Приехала ваше пересывное отделение, а я была на городе, поехала до дочки, пенсию не отдала. И я понимаю, что, конечно, та листоношка себя, видимо, несла домой в пенсию, телефоновала, Петровна, ты коли приедешь, я до тебя зайду. Да, такой очень эксклюзивный VIP-сервис, за который, объективно, ни они не платить не могли, ни мы. Ну вот у них вот так это работает. Примерно, слушайте, ну есть график, но вы в конце концов на пенсии. Либо вы на пенсии, либо у вас как-то активная такая бурная жизнь. Ну, давайте как-то находить баланс. Ну и плюс, я же не буду скрывать, у нас есть почтальон и депутаты. Потому что очень выгодно быть почтальоном на внутрой ставке и депутатом. Да? Ну, правда. Почтальон, депутат, это железная смесь. Да, поэтому, ну, понятно, что эти люди будут против реформы. Было так хорошо. Тут теперь мы говорим, шановни, или работаете на полный рабочий день в Укрпочте, или до свидания. Вы как думаете, сколько в Украине населенных пунктов всего? О, я смотрел вашу статистику, там, по-моему, 25 тысяч. 27 тысяч населенных пунктов. 27 тысяч, да. Сколько из них с населением менее 100 человек? Менее 100 человек, ну, не знаю, мне кажется, процентов, может, 10-20. 7 тысяч. Из 27 тысяч, 7 тысяч, менее 100. Это, по сути, там, хутора, да, какие-то там? А теперь следующее, от 100 до 500, сколько населенных пунктов? 100 до 500, мне кажется, еще больше, чем 7 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч. То есть 17 тысяч населенных пунктов из 27, это 500, официальная статистика, да, мы же понимаем, что их уже там нет. Последний раз в 2000 году было переписано. 17 тысяч населенных пунктов, 500 и ниже. 17 тысяч. Да, у нас всего по стране 11 с половиной тысяч отделений. То есть, понятно, что мы изначально там даже были не везде. Ну, объективно. Да. Да, и теперь вдруг, в некоторые даже впервые приехала передвижка. То есть, впервые люди приехали, машина, импортная машина приехала с кондиционером в село. Последний раз она приезжала туда никогда. Да, поэтому люди там выходят, фотографируются. Поэтому, да, это же правда. Представляете, село, 25 человек, там, вот, в Черниговской области есть 7 человек, из 25 человек. когда туда что-то приезжало? Да, и когда мне говорят, вы сделали хуже? Я говорю, а можно было? Можно сделать хуже, чем было? Ну, как бы, то есть, наверное, можно. Я понимаю, что для нее вот сяло из-то ноши, даже на 0,1 ставку, была родная, как она сказала, говорит, как некоторые главы Рады, никто не жаловался. Я говорю, конечно, мы же не доставляли никогда эти письма, поэтому никто никогда не узнает, да, мобильной связи там нет. Нужно же приближать цивилизацию к этим людям. Мы дали возможность заказывать бытовую технику по каталогам, у нас 300% рост в месяц. Кто является партнером поставщиков вот этой техники по каталогам? Ну, рекламировать не надо, одна из ведущих украинских больших сетей. То есть, ну, это, наверное, проект Розетки? Нет, еще не Розетки, еще не Розетки, да, еще не Розетки, но другая большая похожая сеть. Игорь, смотрите, у вас достаточно хороший послужной список до Укрпочты, что заставило вас прийти в Укрпочту? Вы знаете, чем хорош послужной список до Укрпочты? Дает свободу. Я вообще в жизни больше всего люблю свободу. Вы не представляете, насколько большая власть возможность всех послать. Система не умеет с тобой работать, если ты можешь всех послать. Что можно с тобой сделать? Ничего. Ничего. Да, соответственно, это возможность добиться того результата, который ты хочешь добиться профессионально. Понятно, что это совмещение профессионального вызова, где-то патриотического и вот совмещения обоих. Укрпочта дает такую степень власти? Да. Представляете, вы меняете жизнь, вот я поменял этим проектом, жизнь миллионов людей. Но при этом был период, когда вы написали заявление об увольнении. То есть и это была речь о власти? Скорее всего. Это была речь об инструменте. Я хотел изначально показать пример, как должна работать нормальная компания. нормальная компания есть начальник, директор. У директора есть контракт. Он имеет начало, имеет конец. Да. В конце контракта либо прощаются, говорят спасибо, либо продлевают. Да. А полубеременное состояние ни к чему хорошему не приводит. Потому что, ну, например, мне нужно, как сказали люди, это самое главное, мне нужно привлечь айтишника. Он приходит, говорит, слушайте, а вы долго будете работать? Я говорю, без понятия. Да, он говорит, поздравляю, спасибо, я пошел. то есть, понимаете, да, то есть, не имея ясности в наших условиях, в любой госкомпании вообще ясность это относительно понятия. в принципе, я же почему и задаю, что вопрос свобода. То есть, вы прихотели там в бюрократическую, то есть, наверное, там эталон бюрократической компании в Украине, государственной компании. Какие условия вы ставили, прежде чем зайти на пост исполняющего обязанности генерального директора? Свобода решений и свобода кадрового выбора, Заработная плата? рыночная заработная плата для команды и свобода выбора этой команды. Мы принимали те решения, которые считали нужным принимать. Мы запускали те продукты и проекты, которые считали нужным запустить. Мы поднимали тарифы, потому что они были ниже себестоимости, это никогда не популярная вещь, да, но мы этого все сделали. Поэтому, я просто говорю о том, что на следующие три года нужно как-то очертить правила игры. Государство акционер, оно от меня имеет право требовать, от любого руководителя имеет право что-то требовать. Государство от меня хочет что, инфраструктуру сохранить или прибыль заработать? А это, извините, не одно и то же. Прибыль заработать сейчас бах, ну 7 тысяч отделений позакрываю и завтра прибыль покажу. Кстати, очень интересный вопрос. Какие KPI вам ставит государство? Ну, мы как раз их сейчас все обсуждаем. Ну, на два года, давайте вот на два года. Вот вы заходили в проект, какие задачи вам ставили на два года? Когда заходил? Да. Как-то вырулить эту сложную ситуацию? Ну, как-то вырулить, ну это же вопрос такой абстрактный. У меня не было KPI. Не было KPI? То есть, а как вы оценивали эффективность своей работы? Вы писали отчет? Это было у вас собрание? Да нет, у нас с министром более неформальное отношение. Ну, знаете как, когда государство, если государство знало, что оно хотело, оно бы, наверное, у меня это спросило. А так, ну мы сами ставили задачи, сами их решали. Не страшно было заходить под вот такие задачи? Не совсем формализованные. Сейчас какие? А в чем, даунсайд какой? Ну не справился, ушел. Ну справился, не справился, это вопрос такой, интуитивный. Вы считаете, что справился, государство считает, что вы не справились. И здесь надо, в любом случае, надо уважать мнение государства. Государство акционер. То есть, не будешь частному акционеру рассказывать, что не вы. Можешь, но тогда либо убедил и остался, либо не убедил и ушел. Какие сейчас задачи оставим государство? Это глобальная была задача прибыль или инфраструктура? Как мне кажется, выбор все-таки сделан в сторону инфраструктуры. И это правильно. Да, это правильно. Украина, как вам сказал, специфическая страна. Мы же понимаем, что в эти села никто не пойдет. Ну, объективно. Ну, да. А там живет треть страны. Соответственно, мы треть страны без цивилизации готовы оставить? Или нет? Вот, когда мне там мои попередники иногда говорят, вот, при нас была прибыль. Я говорю, так это же преступление. Я говорю, это же преступление, когда в компании, где из 11,5 тысяч отделений всего в 20% стоят компьютеры, а из них 20% старше 20 лет, показать прибыль. То есть, вы не вкладывали они, они не вкладывали в развитие. Это было выжимание 14 лет машинами, могу показать фотографии. У нас на балансе, когда я пришел, мы посчитали, 3600 машин, из них ездило, могло ездить, 2,5. Тысяча машин, скелет такой стоял, там еще газоны 54-го года. Да, соответственно, могла ли компания протянуть еще? Ну, в принципе, ну, были 14-летние в среднем машине, стали бы 15-летние. Ну, доехали бы, ну, наверное, ну, процента 80 бы доехал. Да, но, как вы понимаете, нельзя работать с розеткой, сказать, слушайте, мы доставим вашу посылку, наверное, когда-нибудь, да, ну, то есть, не очень продаваемое мероприятие, а так вот, чтобы точно достать, так машина должна ездить. Это все требует инвестиций, людей, мы запустили телеграм, бот, чат, бот, сейчас на фейсбуке можно отслеживать посылку, да, все эти... Достаточно активно на фейсбуке. Вот, все эти вещи нужно сделать так, чтобы людям было удобно. Нельзя того, что ты государственный, никто из них не побежал с нами работать. Да, это чисто бизнес. Да, в селе другая история, там, как я сказал, стартап Укрпочта, это вот посылки, которые мы начинаем развивать. Это смартбокс, да? Это один из продуктов. Знаешь, что это? Это смартбокс от Укрпочта. Едина цена, независимо от ваги и отстани. Для понимания, мы сегодня за день отправляем экспресс посылок столько, сколько за год, когда я пришел. За день? За день. Когда я пришел... Какое количество? Вы можете назвать? Да, когда я пришел, мы за год отправляли 46 тысяч экспресс посылок. Но сейчас это в день, даже больше чуть-чуть. Ну, серьезно, серьезно результат. Изначально пошли по пути упрощения. Вам нужно отправить что-то, и всегда посылки взвешивались. Это нужно, чтобы у вас дома были весы, либо тут должны были весы. И мы подумали, а зачем? Ведь по факту машина ведь везет объем уже давно. И мы решили, давайте сделаем продукт, который единая цена. На всю Украину купили, вне зависимости от веса, одна и та же цена. Вот вы сказали, у вас более 46 тысяч посылок в день. Как вам удалось достичь такого огромного роста отправки посылок? Знаете, нельзя перепрыгнуть из федализма сразу в коммунизм. Ну да, то есть изменения не постепенно. Кому-то нужно было, мы докручивали продукт, кому-то нужна была хорошая оплата, постоплата. Ее не было в Укрпочте, реализовали. Некоторые к нам приходят, говорят, о, теперь у вас карточка можно заплатить, теперь я буду к вам ходить. То есть у каждого бизнеса или у человека есть некий набор его или ее желаний, которые, если начинаем ему соответствовать, они готовы с нами работать. А какие самые сложные вызовы были, помимо культурного кода? IT-инфраструктура. Ее не было вообще? Ну, в целом, в общем-то, она была в очень-очень-очень плохом состоянии. Каналы связи по Киеву, по Киеву, это столица, были 128 килобит. То есть email мог открываться 15 минут. А представляете, что такое передать поток информации? Скорость обслуживания человека. Вы говорили, что в некоторых отделениях, где не было компьютеров, то есть вообще был бумажный учет. И почему? В некоторых 80%. Сейчас это та же самая ситуация? Сейчас, до конца года, мы планируем, что каждое село Украины, в которое живет более 2000 человек, получит компьютер. То есть что это даст? Это мы почти в два раза увеличим количество компьютеров. В процентах, 40% сети Укрпочты будет иметь компьютер. Какой-то размер инвестиций на реформат? Большое, это в десятках миллионов гривен. Знаете, мы на самом деле, когда входили в этот проект, немножко недооценивали, насколько плохая инфраструктура. Что такое поставить компьютер в селе? Ну, я так думаю, надо же его купить и поставить, правильно? Ну да. Ну что там, сколько это делов? Кажется, что им никто не может пользоваться. Это часть проблемы. Вторая, если он единственный в этом селе, нужно же грады поставить. Двери укрепить. То есть их еще и воруют. Да, а если это в селе, то помещение не отапливается, правильно? А это же компьютер, сенсорный экран. Соответственно, нужно поддерживать температуру. Нужно что? Теплодуйка. А теплодуйке нужно что? Энергетика. Если не хватает мощности, нужно расширять электрическую мощность. Там, где теплодуйка, пожарная безопасность, и начинается вся эта история. То есть, представляете, и вот таких у нас 1600 отделений. То есть, по каждому был мини-проект. Двери, окна, электричество, мощность, канал связи. А канал связи, вы же далеко не везде его нашли. То есть, крупные села, села 2000+, это крупные в Украине. Крупные села, мы нашли где-то канал связи в 60% отделений. Ну, то есть, по земле, который проложен. Все остальное, это будет или 3G, или спутник. Вообще, как выглядит сейчас структура бизнеса? Что больше всего приносит дохода? Вы знаете, оно более-менее сбалансировано. Больше всего, наверное, две основные части, если говорить. Это почтовые услуги и финансовые. Почтовые складываются из писем, газет, посылок. Финансовые – это доставка пенсии по 25%, платежи коммунальные, переводы. Ну, и процентов 10-12 занимает торговля, то есть, товарами народу. Торговля – это то, что мы видим в отделениях, это мыло, порошок и так далее. Да, но вы здесь этого не увидите. В городах мы убрали это все. Мы оставили ассортимент такой небольшой. Мы же подойти, увидите там шоколадки какие-то. Ну, то есть, что-то, что обычно есть прикасовая группа, как мы называем. А так, я не вижу смысла, знаете, в центре города, в нем, почитаем, при этом заниматься. Да, и плюс, это не тот имидж. Правильно? Ну, имидж в городах – это другой. Кстати, вот хотел обратить внимание, я с первого дня говорил об очередях. Да, и как с ними бороться. Вот мы запустили такую акцию на счастливые годы. Это если вы приходите после семи, у вас скидка на отправку посылок. То есть, мы решили, что если у человека есть возможность прийти позже или раньше, мы дадим такую возможность, таким образом разведя очереди. Ну, вот сейчас, видите, достаточно небольшие, вполне разумные, хотя вечернее время. И вот эти разные размеры, вы спрашиваете, разные размеры смартбоксов. Вот это как раз смартбокс, да? Да. Вот это большой, средний и маленький. И фиксированная цена вы покупаете, можете домой унести, и когда вам будет удобно, принесете. То есть, принес, просто отдал и все. В личном кабинете можете оформить всю накладную и принести сюда. Можно даже здесь оставить или все-таки нужно будет оставить на кассе? Ну, отдать, чтобы вы приняли, скорее, с усиления сохранности, чтобы приняли ваше отправление. Мы тоже здесь сейчас будем проводить изменения. Будет редизайн небольшой, все в процессе. То есть, мы перенесли все в один зал. Единое окно. Да, ну, чтобы было людям удобно, они не бегали, а то, типа, забегают люди, посылку отправить. Посылку мы их отправляли вот туда, в помещение, в котором мы сдали сейчас розетки. Теперь вот там розетка. Соответственно, оптимизировали пространство и сделали так, чтобы было удобно людям обслуживаться. То есть, история с розеткой, такая история, как с розеткой, она будет продолжаться еще? Однозначно. А вы не боитесь то, что... Ну, допустим, сейчас зашла розетка, да? Я посмотрел, что это был открытый тендер на Прозоро. Конечно. Они выиграли. Вы открыты для также других интернет-магазинов? А так кто бы выиграл, тот бы и зашел. Вы не боитесь, что первый партнер розетка, что другие просто не захотят заходить? Почему? У нас тут потенциально будет еще помещение другие. Да? Конечно. В каких городах вы будете? Да во всех, пожалуй. У нас 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. И в том числе площади, вот вы видели, да, Одесский, например, Почтам. Ну, не совсем оптимальное место, где столько, наверное, не нужно. Почему нельзя просто продать эту недвижимость? А, потому что я очень хочу это сделать. Да. Но на сегодняшний день Укрпочта является национальным почтовым оператором, который по закону не предлежит приватизации. И, соответственно, закон трактует так, что мы не имеем права продать ничего. Как я говорю, даже туалет не можем продать. Поэтому мы очень надеемся... Видите, вот идут ремонтные работы. Здесь будет ремонт. Это вот был посылочный зал, интернет-кафе. Были другие услуги, которые, как вы понимаете, не обязательно оказывать в центре города. Да, и, как вы понимаете, доход в 70 миллионов за 5 лет – это достаточно приличный доход. Да, хорошая сумма. Вы затронули очень интересный вопрос – приватизация. Некоторые СМИ говорят о том, что один из проектов, который стоит перед вами – это приватизация Укрпочта. Правда ли это? Ну, как я сказал, мне никто этих задач не ставил. Должен быть смысл, почему это должно быть государственным. Да, то есть вот если мы уже стали полностью коммерческими, если мы ничего не получаем от государства, смысл в государственности? И если особенного государства нету... Да, как мы говорим, государство не самое эффективное собственное. Да. Наверное, гораздо более эффективным мог стать какой-то либо инвестиционный фонд, либо какой-то международный партнер для DHL, который бы вкладывал не только деньги, технологии, знания, какие-то партнерства давал дополнительные возможности развивать. Вы считаете, что это абсолютно нормальное развитие? Если мы к этому еще не готовы, квитизация же, она должна быть подготовленной. Так я уже запутался, где мы ходим? Это просто мы уже обошли. Да, мы уже попадаем сейчас в офис, да? Вот тоже вопрос, смотрите, это вот главный офис Укрпочты, здесь сидит тысяча человек. Нужно ли сидеть в центре Киева? Наверное, нет. Кстати, это наш дешборд по качеству доставки, вот видите, Укрпочта Экспресс, у нас в плану 92% мы поставили задачу доставки, начинались с меньше, чем 70%. Ну, я слышал год назад, вы говорили о том, что у вас порядка 60% там была цифра. Сейчас за год вы достигли цифры 90%? 90%, да. Вот у нас есть доставки и есть вручение, то, что я говорил, информационный поток, который мы еще вам своевременно сообщали, но тут еще есть над чем поработать. Есть над чем поработать. Как вообще персонал воспринимает? Да, вот, молодой персонал. Вот весь персонал операционного блока как раз на фотографиях, согласитесь? Наверное, он выглядел чуть иначе два года назад. Ну, да, да, да. Это, по сути, тот топ-менеджмент, о котором вы говорите, да, тот, который пришел с вами. Да. Люди даже недооценивают, насколько мы не можем быть конкурентными с Европой. У нас количество людей, которые что-то страхуют и что-то проверяют, гораздо больше, чем что-то создают. Ну, да, так и есть. Ну, все ради процесса. Даже не можете быть конкурентным, если в американской компании два человека, в payroll-департаменте работают, у меня 1300, да? Конечно, конечно. Даже если не относительно дешево, ну, с количеством. Относительно конкуренции. Климов Вячеслав говорит о том, что государственная компания не может составлять конкуренцию коммерческой организации. Вы с этим согласны? Я не все понимаю, не может в каком смысле? Не может составлять серьезную конкуренцию частному предприятию, такой как «Нова Почта». Ну, я, во-первых, никогда не комментирую действия конкурентов. Я считаю, про все скажет рынок. Вот может кто-то или не может, ответит рынок. И если вы сегодня видели людей внизу, правда? Да. Они же отправляли посылки. Я же их не заставил сюда прийти, правда? Они же могли пойти на «Новую Почту», здесь три штуки их есть. Да, они пришли сюда. Почему они приходят сюда? Ну, наверное, у них надо было спросить. Скажите, а нам цель вашего прихода в «Крутошку»? Мне пришло на адрес получить письмо по адресу. Я вот пришла первый раз, потому что я тут обслуживалась давно по месту жительства, но давно не была после ремонта. Тут был ремонт. А, в первый раз, но в новом отделении? Да, первый раз. Какое впечатление? Ах! Потому что вот недавно приехала из-за границы, и именно вот такая вот система работы идет у них во всех банках. И, конечно, для нас я очень сильно удивилась. Наверное, им что-то понравилось, было удобно, цена дешевле, сервис лучше. У вас цены, в принципе, дешевле, да, если говорить о новой почте? Ну, да, да, в целом, да. А что позволяет обеспечивать ниже цену? Ну, во-первых, у нас есть разные продукты. Новая Почта все-таки один из продуктов – экспресс-доставка. У нас есть разная, есть стандартная доставка, еще более медленная и дешевая, есть экспресс-доставка. То есть вы более, скажем так, гибки в своих предложениях, чем та же самая новая Почта? Ну, слово «гибки» я, наверное, прямо так пока к нам не применял. Я бы хотел к этому прийти. Скажу так, знаете, мы другие. Нас, когда сравнивают, это не совсем корректное сравнение. Мы Почта. Они экспресс-доставки, они экспресс-перевозчики. Они едут тогда, когда есть продукт, а мы едем всегда. Прежде всего, говорит клиент. Да, вот почему я говорю против, когда говорят, что мы монополист. Ну, как я могу загнать этих людей сюда? Ну, монополист говорят, потому что, допустим, есть вопрос с арендой в одну гривну. То есть вы сказали, что это больше по отделению, которое находится в сельской местности. Вторая история – это про денежные переводы. Вам это разрешают без лицензии на почтовые переводы, на открытие счетов и так далее. Ну, начнем с того, что почтовый перевод действует, дай бог, в памяти уже очень много лет. Да, это часть Мирного почтового союза, это перевод, в том числе, между почтами мира, поэтому мы ничего не придумали. Да, а все, что произошло, мы получили лицензию на конкретную вид деятельности. Ну, вот взяли, потому что раньше было не так урегулировано, теперь урегулировали. Ничего глобального в этом не поменялось. То есть та же новая почта имеет право получить... Так, более того, доля перевода, более того, не то, что в МИИ-то, они и есть. У них это есть? Конечно, есть. Доля переводов по новой почте, ну, их партнера, можно по-разному назвать юрлицо, она достаточно велика, почти такая же, как у нас. Поэтому, когда я говорю, кому что не дали? Да, я всегда спрашиваю, кому что не дали? Если бы кому-то что-то не дали, вот тот суд, который есть, там ведь не про то, что кому-то что-то не дали, там же суд про то, что кому-то что-то дали. Правда? Там же не было суда. О каком суде мы говорим? За любом. Ну, антимонопольный вот этот возьмите, да? Там же не у прошли, кому-то что-то не дали. Я говорю, ребята, кто претендует на одну гривну в деревне? Идите. Но при этом мы являемся одним из самых крупных, после Ощады, арендаторов у Киева. Вот это здание, это исключение, которое мы владеем. Остальное мы арендуем у города. И за это время нам город поднял аренду с 30 миллионов гривен в год до 80. Поэтому очень сложно сказать, что оно у нас льготное. Шоковые реформы. Что для вас шоковые реформы? Я не могу проводить популярные реформы. Вы не поверите. Даже то, что мы сдали почтам за 70 миллионов, это зрада. Колоссальная зрада. Сдали символ Украины в центре вот этим торгашам. Да? И прикарманило все гроши. Поэтому, если я буду доказывать каждую зраду, там, большие зарплаты, зрада. Там, новые компьютеры, зрада, краще, чтобы людям дала зарплату. Новище, эти компьютеры. Да? Там, машины распиляла на их покупки, ездила на этих газонах, и давайте ездить, и далее. Передвижное отделение. Не хочу, вот хочу, он УАЗик у меня стоит. Вот этот УАЗик ездил, ну, проезжал, коли-никали. А ваши новые листа ночи не узнают, где живут эти люди. Мне это, честно говоря, немножко дико, когда на меня глава, там, ОТГ. Говорит, скосовать президенту Звернаня нельзя этот проект запускать. Я говорю, почему? Ваши машины зимой не доедут, ваша почтальон не найдет дом. Я говорю, секундочку, вы меня в этом обвиняете? У нас, говорю, дороги должен чистить кто? В чей бюджет идут налоги, чтобы почистить дороги и построить? Я говорю, вы меня обвиняете в том, что вы или украили, или не доделали свою работу. Теперь я должен подстраиваться под вашу недоделанную работу. Так, может, вы свою работу сделаете, и проблем не будет? Поэтому вот такие дискуссии, они всегда интересны. А как много энергии вы тратите на вот такие дискуссии? Ну, я долго жил и работал в США. Там культура говорит о том, что когда есть какие-то проблемы, прежде всего смотришь на себя. Подходишь к зеркалу и говоришь, что ты для этого сделал? А у нас проблемы всегда где-то. И когда я встречаюсь с сотрудниками, которые кричат на меня, это нормально, это часть демократии, там, вы не почтовик, вы тут все развалили. Говорю, шановни, все хорошо. Кто, извините, Укрпочту, долю рынковой новой почты? Кто ця людина? Кто эти люди? Кто имидж совковый Укрпочте приклеил? Да, наверху были люди, которые крали, но людям хамили же вы. Когда мы сделали первый замер, 40% не здоровалось клиентами, 44% не прощалось. Сейчас какой процент? На 12% больше здороваются, на 15% больше прощаются. Ну, то есть еще пропасть огромная. Я этим этому сказал, говорю, это кто? Кто эти люди, которые это все сделали? Это не вы, говорю, а вы хотите прийти вечером по телевизору, послушать, кто вынан вашему поганому жити? Нет, вы вначале посмотрите на себя, начните здороваться с клиентами, начните им хорошо обслуживать. Станет больше денег Укрпочта, у вас зарплата станет больше. Удается строить такой диалог? Ну, вначале такое шоковое состояние, ведь никогда, к сожалению, наверное, политики никогда не говорят вымин. Они говорите, вы молодцы, народ у нас классный, вот там вот си поганцы, мы их поменяем, и в жити все наладится. У нас же ведь какие реформы любят? Те, которые не касаются лично меня, и желательно, чтобы их делали волонтеры бесплатно. Да, чтобы в сарай сгореть только у соседа, да? Да, ну это же правда. Да, так и есть. Поэтому я вот там общался, там, на станошек ходит, о, что на все гроши можно рубить, я на 4 тысячи гривен получаю, а у вас такая зарплата. Вот когда у меня будет такая зарплата, как у вас, тогда я буду працювать. Я говорю, ну, во-первых, никогда. Говорю, да, я там начинал, говорю, работать 14 лет, мороженое продавал на пляже, потом закончил 3 ведущих американских университетов, взял кредит, до сих пор его отдаю, много работал, и вот теперь я в этом кресле. У вас хорошая зарплата при этом. Да. Говорю, при этом, если кто-то хочет пройти мой путь, у нас же демократия, все же могут. Да, не вопрос, в честь, да? Да, пожалуйста. Я говорю, а сидеть и рассказывать, я спрашиваю, а вы во сколько пришли домой? Говорю, Каренс, говорю, во сколько домой пришли? 5-30. Я говорю, а что не пошли, пиццу не развезли? Что на такси не сели? Денег сразу больше встало. Говорю, а у вас же пенсионеров, наверное, человек 250 на... И каждый по 10-20 гривен же, наверное, даст. Так это же уже не 4 тысячи, это же уже 9. Еще что-то продадите, то ли мою колбасу, то ли свою, уже набегает. Поэтому я говорю, за честный подход. В спину не стреляют после этого? Ну, пока нет. Но, понимаете, нельзя изменить машинный гривен, если мы не признаем проблему. Да, вот я в семье врачей вырос, никогда нельзя вылечить человека, если диагноз не поставил. Да, если он не признает, что он болен. Да, поэтому вот нужно начинать с этого. Конечно, плохо, что у них маленькие зарплаты. Это стыдно мне, как руководителю, что у них маленькие зарплаты. Это плохо. Но, когда я говорю, скажите, а бизнеса стало больше с прошлым годом? Вот зарплату я поднял на 35%, на 40 где-то. Вы стали больше работать? Нет. Я отменял в Киеве обеденные перерывы. К примеру, написали 3 тысячи жалоб на меня. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Причем, знаете как, но нужно быть увереннее. Говорю, слушайте, ну это же клиентам удобнее. Я говорю, что клиентам удобнее. Да, мы седали в обед. Я говорю, я же не отменил обед. Он просто стал плынный. Сейчас обед не приходит на самых загруженных времени в день. Мы же смотрим, отслеживаем это. Сейчас вторые протесты. Мы продлили график вечером, чтобы мы могли после работы, вот как сейчас, прийти и отправить. Николы не працювали так, нема клиентов. Я говорю, так они же не знают, что можно после работы к вам прийти. Как же они закажут на интернете? Процюй людей на до шести вечера. Она когда должна прийти забрать посылку? Ну, в семь-восемь. Поэтому, ну это же не популярно. Непопулярно. Но это нужно делать. Нужно, потому что я же не могу людей заставлять заказывать посылки ко мне, а не конкурентам, если они не знают, куда их можно забрать. Когда я объединял Киев-город, Киев-область, шесть тысяч жало, премьеру было там еще. Ну то есть, к этому нужно просто относиться философски. Ну, люди пишут, я пожалел, говорю, что ж вы написали одну такую большую листку? Говорю, если б каждый написал по одному, то шесть тысяч писем уже б что-то зарубило. Вот, а так как-то все вложили в один конверт. Вот поэтому надо к этому относиться. Ну, нельзя, конечно, поменять мозг людей сразу. Это работа не про популярность. Я люблю неожиданно приехать. Я ехал ночью куда-то и заехал на структуровочный центр, смотрю, женщина на своем горбу на лестнице на второй этаж, что-то мешки из почты. Я говорю, слушайте, вы что делаете? Я говорю, лифт же стоит. Говорю, да, он там не працует. Я говорю, давно? Говорю, да, года два уже. И начали разбираться, на самом деле, лифт працует, просто говорю, он когда включается, на ремонте здания украли столько, оно разваливается. Поэтому сказали, что он не працует, чтобы не включать. И они два года таскали эту почту. Починили лифт, там, зарплату подняли, все. И выражая, ну как? Ой, говорят, хорошо, и зарплата вообще. И чувствую, говорю, ну что, а это как раз за неделю до этого опубликовал декларацию. Ну, такая же у вас зарплата. То есть они говорят, а сколько, вы думаете, я должен получать? Ну, тысяч сорок не жалко. Тысяч сорок гривен. Да, говорят, что, говорят, ну это десять раз зарплата почтальона. Я говорю, ну, так водитель Uber столько получает. Ну, как бы это, как вам сказать, это безвыигрышная игра. И я понимаю, что какой-то депутат, который официально получает 300 долларов, но ездит на Мерседесе и живет в Конче-Заспе, им его проще воспринимать. То есть не знает, что он украл. Ну сколько, точно не знает. Плюс это дает возможность им немножко тоже что-то где-то, если надо. Да. Когда вначале я сказал не воровать, действительно, некоторые прекратили, но не все. Не играть, не пить, не воровать. То есть у меня служба безопасности проверила, там брали взятки в 400 тысяч, стали брать 40. Я собрал, говорю, ребят, когда я имел в виду не воровать, я имел в виду совсем. А за что могут брать взятки у вас? Ой, за что настолько можно не брать взятки? И ремонт, и разноска рекламы, бензин, закупки, сдача в аренду помещений. Ну, спектр достаточно стандартный. Игорь, в чем все-таки на ваше усмотрение корень проблемы такого отношения населения к бизнесу? Вы знаете, оно, наверное, тут ничего же нового мы не придумаем. Люди считают, что все, кто богатые люди, они что-то украли. Вот это, наверное, часть, как я сказал, вот в Штатах детям, дети учатся в школе, с детства их примеры, там, не знаю, Марк Заккерберг, да, Билл Гейтс, люди, которые там вот сделали сами. Есть примеры ролевых моделей, но у нас тоже на самом деле много там, новопочта, розетка, это все достаточно хорошие примеры ролевые. Ну, смотрят для кого, конечно, да, вот для населения, они считают это вот люди, которые что-то сделали не так. Да, ведь у нас в публичном поле не промотируются эти примеры, да. В США с детской скамьи рассказывают, будешь вот так хорошо работать, хочешь так хорошо жить, как в Голливуде, вот старею. Один пример, второй пример, третий. Я вот когда приехал с Украины, для меня такой был легкий шок, понятно, у меня там не было денег особо, я пошел работать, ну, чтобы учиться работать, пошел в ресторан. Со мной работала дочка сенатора, ну, то есть для меня тогда дочка сенатора, что ж у них так все плохо, да, то есть, как бы, а они, конечно, ну, как, да, ну, дочка, ну, сенатора, ну, то есть, как бы, конечно, она должна работать. В этой связи, я говорю, я, наверное, несколько непопулярно, я всегда, когда перед молодежью выступаю, задаю свой любимый вопрос, я говорю, мы же в Евросоюз идем? Да. Я говорю, класс. Я говорю, назовите мне топ-10 европейских компаний, которые выстрелили за последние 10 лет. И бренды вот европейские, которые на слуху. Ну, обычно тишина. Я говорю, хорошо, а теперь назовите мне топ-10 американских компаний, которые выстрелили за последние 10 лет. Обычно не этого проблем, азиатских. Я говорю, это не просто так. Да, это инфраструктура, это среда. И разница в том, что в Европе более социалистическая система, где тебя, мы жили, у меня жена училась, на MBA во Франции, мы год жили во Франции. И действительно, там, если ты безработный, тебе государство даже присылает уборщицу, чтобы она убирала, чтобы тебе было время поискать работу. Ты когда открываешь бизнес, тебе дают все там, бесплатная бывает аренда, льготные кредиты, в общем, только займайся бизнесом. В США 75% компаний закрываются в течение первых двух лет. Но интересно, что происходит потом. Потом вот во Франции этот бизнес, который вот только поднялся, ну, как-то сделана среда, где он не совсем может быть, приход трудовая инспекция, у них там профспилки садятся в советы директоров, налоги 50%, уволить там 36 месяцев нельзя и так далее, и так далее. Что происходит в Штатах? Вот одна, которая осталась, сделана все, чтобы она стала успешной. И поэтому вот та модель, как мне кажется, она более правильная, которой бы я хотел, чтобы следовала Украина, чем та, которая у нас. Американская модель, что не хватает Украине? Вот это четкая стратегия, куда мы идем и что нужно, чтобы туда прийти. Но вы работаете в государственной компании, вы видите изменения там, о том, что люди, которые сейчас у руля, если можно так сказать грубо, понимают вообще, куда, что они будут делать с Украиной? Я, честно говоря, стал к политикам с большим пониманием относиться после того, как я поработал здесь. Я спрашивал, смотрите, я буду вам зарплаты повышать. Я говорю, кто вы хочешь? Как будем повышать, всем поровну или кто работает лучше, больше? 75% ответили поровну. То есть, если бы я был политиком, если бы мне нужно было избираться, вот то, что хочет народ. У нас реально в цеху мы повысили зарплату, люди получали 3500, я сделал 5. Начальник цеха был в начале счастья, через 2 дня пришел и они все уволились. Как уволились? Было 3500, стало 5. Говорит, да, у соседей на цеху 5600. Там же посылки, тут письма. Они исторически всегда получали одинаково. Так пусть туда перейдут, нет, туда не хотят. Но возвращаясь к вашему вопросу, смотрите, они же не смогут переизбраться. Представляете, я вам сказал, отменил обеденные перерывы, 3000 жалоб премьеров. Теперь представьте, что я политик, но я же не с улицы дальней. Не то, что нет понимания, это ведь сложная, непопулярная вещь. Представляете, отменить трудовой кодекс? Я лично считаю, что нужно отменить трудовой кодекс. Хотим, чтобы ВП росло, нужно отменить трудовой кодекс. Все же хотят, чтобы улыбались люди, правильно, у меня? А мне 6 месяцев занимают уволить тех, которые не улыбаются. У меня целый аппарат юристов, СБ и так далее, они все равно выиграют сутки, кстати, все равно. Чтобы уволить тех, кто не улыбается. Мы хотим результат или хотим процесс? Получается, я же трачу деньги не на то, чтобы заплатить лучшим. То есть я вот эти деньги, где я содержу весь этот мой репрессивный аппарат, я бы мог раздать лучшим, чтобы они в Польшу не уехали. Представляете, кто-то сейчас выйдет в предвыборную компанию, давайте отменим трудовой кодекс. Видимо, будет последний день. Но если вдуматься, то есть не популистным заниматься, а вдуматься, он ведь свою роль уже отыграл. Это точно так же, почему я проамериканский в части юридической системы. Я сам американский юрист. Украина живет по германо-прусскому праву, у нас кодексы, вся вот эта фигня. Я говорю, это работало в старой экономике, европейские страны, поднялись, говорю, а немецкие компании, говорю, по каким законам делают сделки свои все? По английскому праву. Потому что сейчас, чтобы, извините, объяснить 400 парламентариям, что такое блокчейн, интеллектуальная собственность и так далее, это их нужно собрать, долго-долго объяснять, потом, может быть, они за что-то проголосуют, длительный путь. Да, это бесконечно. А экономика так быстро меняется, что вот этот набор законов становится неэффективным, он становится на пути экономики. А англосаксонское право, оно прецедентное. Нашли адекватного судью в Делавере специализированно, все объяснили, он принял правила, все, все поняли, побежали дальше работать. Вопросы личной эффективности. Откуда вам дается поддерживать тот уровень энергии для того, чтобы управлять такой большой компанией? Ну, я всегда говорил, что я же понимал, что любой день может быть последний, поэтому нужно как-то пытаться быстрее все сделать, а потом я решил, потом уже отдохну. Чем уникальна компания? Мы же затрагиваем в жизни миллионов людей. Осознание того, что ты можешь что-то поменять, оно драйвит. Мне спокойно, потому что я знаю, что я не держусь за это кресло. Я говорю, я не могу проиграть. Я или проведу больше времени с семьей, заработаю больше денег, или закончу реформу Укрпочты. Я говорю, да, в любом случае, это win-win. Ну, вот я так подхожу к работе. Вы как человек, поработавший в Америке, вернувшийся в Украину, человек, который сделал сам себя, свою карьеру. Что нужно, на что обратить внимание молодому поколению для того, чтобы реализовать себя в Украине, может быть, не в Украине, может быть, в другой стране? Ну, начнем с того, что я как раз начал свою карьеру с того, что я был предпринимателем. Мой первый бизнес был, мы продавали мороженое на пляже в Затоке. Возле Одессы? Да, возле Одессы. Моя мама тогда была заведующей отделением анестезиологии в больнице, и ребята, которые продавали у меня мороженое, зарабатывали за день больше, чем она за месяц. Это какой год? Это 91-й. Ну, это вот то сложное время. Сложное время. Потом мы с товарищем открыли бар, тоже на Каролине Бугазе летом, тоже, в общем-то, он достаточно успешный был. И потом, да, переехал в Штаты, тоже у меня был свой бизнес, я помогал делать налоговые декларации. Поэтому, собственно, как быть предпринимателем, я знаю достаточно хорошо. Это правильное дело, оно рискованное. Знаете, я в принципе, неважно, предприниматель или нет, мне кажется, что человек должен все-таки чувствовать себя счастливым. И, как сказал, рисковать, я всегда придерживаюсь принципа лучше попробовать, чем не попробовать, и потом жалеть. Да, есть самое большое разочарование людей в старости, это то, что у них были возможности, но они не попробовали. И плюс, ну, смотрите, у каждого своя система ценностей. Вот вы не поверите, там, понимаю, там, мои доходы все обсуждают, но вот у нас с женой до сих пор нет дома или квартиры. Но мы очень много денег вкладываем в впечатление. Вот у нас нашим детям сейчас 8-11 лет, у них там игра своя в рост, что они хотят быть в большем количестве стран, чем им лет. И вот они уже были, наверное, в 20 странах, в 25. Мы, да, вкладываем деньги в путешествия, в образование. У нас там на двоих, по-моему, 5 дипломов или 6. И это то, что, наверное, как мне кажется, в будущем стоит делать. Никто не может сейчас точно сказать, как будет выглядеть экономика через 10-20 лет. Наверное, призвал бы их путешествовать, больше читать, изучать иностранные языки, изучать иностранный опыт. Никто не обязательно там где-то лучше или где-то хуже. То есть, но через впечатление это может помочь и в саморазвитии, и в бизнесе. Образование, чему учить? Я, наверное, приведу пример. Я начинал свое образование в Одесском государственном экономическом университете, потом перевелся и заканчивал уже в США. Это нужно было давно на самом деле. Но я до сих пор помню свой первый экзамен в США. Это был экзамен по налогообложению. И профессор сказал, можете приносить все, open book. Я так помню, у нас же все, что это... Ну да, билетик, шпора. Билетик, шпора. И я его спросил, говорю, слушайте, а в чем фикус, в чем-то дело? Но open book пришел, открыл, посмотрел, в чем же, собственно, фишка. Он говорит, молодой человек говорит, вы знаете, американский налоговый кодекс, ну, 800 томов. Вы, конечно, можете запомнить параграф 15-18 и как-то удивить своего клиента. Он говорит, ну, моя задача не засорять ваш мозг запоминанием тупых страниц, а научить вас думать. Поэтому вот учиться адаптивности, учиться-учиться, когда, ну, за тавтологию, и воспринимайте именно вот таким образом. Своих детей где вы будете учить? Ну, они сейчас учатся, сейчас у них в Штатах учатся. То есть семья там? Да. Сложно совмещать семью, работу здесь? Да, это, наверное, самое сложное. Знаете, когда говорят, что люди много получают, я говорю, все имеет свою цену в этом мире. Да, и когда вы приходите в 5 вечера домой, общаетесь с детьми, это тоже что-то стоит. Мы действительно много времени этому с женой уделяем, мы очень много спорили с ней, обсуждали, когда пришло время детей отдавать в школу. Детки могут учиться 40 часов, ну, максимум. В эти 40 часов можно же напихать много естественных наук, а можно развитие. Но и то, другое напихать нельзя, 80 нельзя сделать. А вот что он будет знать через 3 года? Вот такой математик был. Но мы вот с ней интервьюировали по работе, очень много ребят, у которых, как я все признаю, их IQ было в 15 раз выше, чем мое. Из вузов, из техов. Но они не могли это объяснить. Математика – это логика. Да, но объяснить. Вот я вызвал, мы в консалтинговых компаниях работали, чтобы решить задачи, нужно учали понять, чтобы понять, нужно поговорить с человеком. А вот этого нет. Да, вот если вы вспомните нашу еще советскую школу, мы с вами вместе учились, самая большая презентация была, это выучить Стешок Пушкина. Да, то есть это, наверное, был верх презентации. Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва с полемой пожаром, да, я помню, Бородино. То есть это же максимальная презентация. А ведь в современном мире то, что ты большой молодец, если ты это никому не объяснил, об этом же никто, кроме тебя, не узнал. В американской школе 6 лет учат делать презентацию. У меня ребенок решил выяснить, ему было 7 лет, их поставили задачу придумать проект и фотографировать каждый день и сдавать. Он придумал выяснить, какой из фастфудов наиболее безвредный. Купил три гамбургера, Венди с Макдональдс и Бюргер Кинг. Его гипотеза была, он их поставил на окно без холодильника, которая первая зацветет, более натуральная. И вот он их каждый день фотографировал, детям 7 лет в школе фотографировал, презентация, ватман все дела. То есть учат с самого начала логики, презентации, небоязни общения. И это те знания, которые пригодятся, какая бы ни была экономика, самая ценная, нельзя artificial intelligence общения, презентации, управленческие знания никогда не заменять. Это то soft skill, о котором сейчас говорят. то, что знания в принципе заменят гугл, то, что можно нагуглить в принципе бесполезно. Язык тоже существует. Вот косинус мне когда пригодится? Да, десятичный логарифт. Я все жду, но пока никак. Огромный объем информации, который это основной скилл сейчас. Быстро просеять, запомнить правила, правильно применять и дальше поехать. Вот это то, те знания, ну, наверное, да, вот я пропонент американского образования, высшего особенно, это то, что готовит людей, не зря, что случайно не бывает, готовит людей к будущему. Потому что какая бы ни была экономика, тебя учат учиться. Да, поменялось, адаптировался, пошел дальше. Поменялось, адаптировался. А когда человек читает логистику, хотя он 20 лет читал с городского хозяйства, по тем же книжкам, то эффект, собственно, такой же. Кстати, один из скилл, который я до сих пор пока плохо натренировал, это сколько времени нужно проводить в соцсетях. Мне сложно идти тут баланс. Я понимаю, что, ну, представьте, наша компания, да, 75 тысяч человек. Из них 35 тысяч почтальонов, как вы понимаете, они перед компьютером сидят. Да, там, 8 тысяч сортировщики, тоже не тот случай, да, 5 тысяч водителей. Ну, то есть, все эти люди не перед компьютером. То есть, я первый раз в компании, где я не могу людям послать e-mail. Да, то есть, они же не знают о моих изменениях. То есть, я-то тут уже их принял, а пока до динозавра аж добежало, это же, ну, серьезное дело, что директора поменяли генерального, то есть, не сразу узнают. Или там вирус Петя случился. Пока он уже подолала его, пока она узнала про него. Да, поэтому, понимаете, это специфическая компания. У нас, по-моему, было 5 тысяч e-mail, когда я пришел, максимум из них 3 тысячи только читали. Поэтому, вот, нужно исходить с того, я понимаю, что, а Facebook читают? Там, у меня ластоножи пишут, там, какой они хорошие и так далее. То есть, и понятно, что для них важно целый генеральный, то есть, я понимаю, что для людей целый генеральный директор ответил, что в селе, ну, большое событие. То есть, я понимаю, мне до сих пор странно, что со мной... Портрет по делению корпоративного. Нет, мне до сих пор, знаете, подходят люди, можно с вами селфи сделать. Для меня это до сих пор странно, хотя уже 2 года в должности, но я понимаю, для людей это событие, да, приехал генеральный директор, пожал руку, вручил что-то. Этому надо уделять время, поэтому вот этот баланс, отвечать каждому на Facebook, не отвечать, а ведь клиенты, ты что, реальный генеральный директор ответил, все, тогда завтра точно пойду попробую отправить укрпочту. То есть, это канал связи. Вы вчера отвечали на комментарии в Facebook, вы сами отвечали на них? Откуда вы находите? Вы достаточно быстро ответили на вопрос. Ну, да, есть вопрос, если ты тоже, коммуникация должна быть быстрой. Нет, ну, я понимаю, что коммуникация должна быть быстро, просто при вашей должности вас могут отрегать. Согласитесь, это часть изменения менеджа компании, правильно? У меня достался такой совок, что нужно радикальные меры, чтобы люди поверяли, что это возможно. То есть, когда отвечали, когда отвечали, то есть, вы должны отвечать. Клиент за клиентом, да, вот я тому человеку ответил, да, я уже изменил его мнение об Укрпочте. Ну, я был, честно, приятно удивлен, потому что это так быстро произошло, потом включилась поддержка, поддержка ответила. То есть, это было действительно так. Вот каждого клиента одним за одним. Вот вы спросили, как мы 46 тысяч делали за год в день. Клиент за клиентом, каждый на своем месте делает эту работу. Так, я читаю вопросы, HR это по-прежнему отдел кадров или подразделение очень сильно пережило трансформацию. Мы постепенно выстроили цикл, сейчас уже начинаем работать с ушедшими людьми. Это вот уже следующее, да, когда... То есть, это уже работа над брендом, да, над HR брендом? Не, не, ну, и над HR брендом, и, знаете, когда я вначале первый раз сказал, что нужно работать с людьми, которые ушли из компании. Меня постарели, как на космонавта, типа, а зачем? Мы ушли, ушли, до свидания. Я сказал, нельзя, говорю, уже все западные компании, поняли, вот я западные компании работаю. Растаться нужно красиво. Целый, не, не только расстаться, это все гораздо сложнее. Растаться красиво, это просто, хотя я стараюсь это делать всегда. Потому что наша юридическая система все равно накроет, поэтому лучше расстаться хорошо, даже если кто-то украл, подарил грамоту и пошел. Смотрите, ведь каждый ушедший человек, это потенциальный клиент, да, это потенциальный будущий сотрудник. Вот, ну, сегодня ушел, девочка ушла с оператора, может она выучится, потом придет к нам, станет начальником отдела, да, и если мы ее потеряем, это же плохо, а если мы будем ей сообщать о каких-то новостях, она будет более лояльной компанией, она кому-то порекомендует прийти, она будет пользоваться услугами, когда-то может сама вернуться. Еще раз, за каждую голову в Украине будут бороться сотни человек. И если вот так разбрасываться направо и налево, я не буду называть регион, мы вчера подводили итоги, я говорю, смотрите, сколько мы за год обзвонили людей, пригласили на работу, он говорит, 1200. Я говорю, сколько из них вышло, там, 800, ну, 500 пришло на интервью, там, 80 вышло. Я говорю, теперь представьте, ну, в вашем, это центр областной, там, живет 250 тысяч человек, откиньте стариков и детей, как быстро вы пройдете через всех. А если возьмете их круг общения, вы пройдете еще быстрее. Да, еще каждого умножить на 5, да, по сути? Я абсолютно искренне верю, вот мой, этот следующий срок, что персоналу, то, чем он дышит, думает, живет, нужно уделять, ну, ты говоришь, лучше CEO, 50% времени уделяют персоналу. Ну, культура, это вы, в том числе, вы, олицетворение культуры компании? Ну, да, но это же, должно быть системно, как я стал представлять, я же должен достучаться до каждого почтальона, который не в курсе, что у нас здесь происходит. Ну, это, кстати, наверное, некий самообман, как я сказал, вот в Фейсбуке я же офигенно популярен, да, а вот в селе не факт, но ведь они же тоже клиенты, с ними же тоже надо разговаривать, поэтому вот мы ищем, вот мы с Мишей, когда пришли, решили, вначале, я думал убить, была обязательная подписка на внутреннюю газету, у нас был колоссальный тираж, каждый должен был три экземпляра выпустить, свой, свой, своя газета, своя газета, да, что вы объяснили, 75 тысяч экземпляров было, значит, и я пришел, сказал, слушайте, ну, это же бред, совок, что же вы заставляете людей подписываться, думали ее убить, а потом подумали, подождите, мы ее, конечно, убьем, а с людьми, как общаться, кто же в селе узнает про наши замечательные изменения, и сейчас это такое, понятно, что мы убрали политику, убрали немножко рецепты варенья, там было много всего этого, кто умер, кто родился, да, вот, и это стало информацией, то есть это стало, мы убрали подписку, мы сейчас это за свой счет, распространяем среди сотрудников, и, ну, вот постепенно, понятно, что всегда кто-то не сдоволен, забрали рецепты варенья, все это, что там читать, не Машу читать, да, или там, ну, мы же слышим людей, а поздравления с днем рождения, нельзя не поздравлять людей с днем рождения, надо, чтобы была все-таки часть газеты, поздравить, там, видите, Машу, с днем рождения, то есть, да, а как я сказал, нельзя все мерить по себе, то есть, как бы, поэтому, и вот мы ищем тот формат, который позволит наиболее эффективно общаться с сотрудниками, да, когда-нибудь у них у всех будет смартфон, и я смогу в вайбер-группе, всем сразу написать сообщение, да, но это будет когда-то, мы живем сейчас, поэтому, вот, мы ищем те, тот формат коммуникации, который будет приемлем людям, но, возвращаясь к нашему вопросу, персонал, это самое-самое-самое-самое важное, что, я считаю, должно волновать директоров компании, генеральных директоров, очень сильно за два года рынок поменялся. Это был вопрос из Фейсбука, в принципе, мы так прошлись по планам, планы 10 лет, если вы можете ответить на этот вопрос. Ну, смотрите, на самом деле, чем классна эта компания, и я считаю, мы отличаемся от других компаний, это то, что ребятам говорю, молодым ребятам, которые приходят работать, количество проектов, которые я могу представить на ближайшие 10 лет для этой компании, не имеет лимита. Начиная, вот, конвергенция, вот у меня браслет спортивный, да, ведь он фига в тучу данных знает. Да. Да, то есть, в принципе, если интегрировать браслет с Амазонами, если он смотришь, что-то у меня с давлением, или не такой пульс, заказывает лекарство, оно автоматически доставляется, или витамины, а Амазон принимает уже коммунальные платежи, если он думает, что там вы просыпаетесь, там есть virtual assistant Alex, он говорит, типа, вам счет пришел за электричество 30 долларов, хотите заплатить? Вы там, не вставая скрывать, уже станете вот таким вот финансовым инструментом. Финансово-логистическим, да, как я сказал, у нас самая большая маркетинговая компания в Украине, 35 тысяч почтальонов, с ежедневным визуальным контактом огромного количества людей, вот поэтому посылки не научатся доставлять виртуально, да, деньги можно гонять виртуально, а вот посылки, извините, книжки, и даже рыбку, да, придется доставлять. То есть, брать тот же Амазон, у него нету, точечные доставки, то есть там, пожалуйста, тебе пришла коробка, забирай. Нет, чуть-чуть по-другому. И Камарс растет такими темпами, что доставить уже все посылки в промежуток между 6 и 9 вечерами становится невозможно, а заказывают большинство тех, кто работают, правильно, то есть они работают, соответственно, они приходят домой в 6 вечера и позже, с учетом пробок доставить уже все невозможно. И Амазон, понятно, уже договорится с девелопером, и ставит постелбаксы в домах, где они оставляют посылки, а следующие уже ставят и при холодильные постелбаксы, потому что вы уже не ходите в магазин, вы уже рыбу заказали себе свежую, привезли, вас же не интересует, что сид едите, но интересует, когда пришли туда, чтобы она была. И поэтому, а в обмен девелоперы, которые строят дома, сливают Амазону данные по коммунальным платежам. И таким образом, вот становится компания, которая живет вокруг вас, а вы вокруг нее. И поэтому она знает о вас больше, чем, наверное, вы даже можете представить. И, как я сказал, на 10 лет можно смело, вообще очень много планов, поэтому здесь нет, знаете, как отчаяния реформ. То есть справились с этим, есть новые вызовы, новые возможности, новая инфраструктура, ее нужно уже строить, да, там под завтрашний день, адаптируя ее. Поэтому эта компания, наверное, этим интересно. Я очень надеюсь, что и после меня еще очень много лет она будет успешной. Ну, после вас, вам еще 3 года контракта. Поэтому, Игорь, поэтому пожелаем вам удачи. Это вот символ большой рыбы, большое плавание. Это символ передачи. Спасибо вам за такое откровенное интервью, за экскурсию. Ну, и ждем ваших волыких паромов. Еще раз пожать вам руку. Спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно, очень полезно, да. Спасибо. Супер. Спасибо.